Здравствуйте, уважаемые друзья! В сегодняшнем уроке мы будем удалять второй подбородок, ну либо двойной подбородок на портретной фотографии. Вот у меня уже есть готовый результат. Давайте посмотрим, как изображение выглядело с самого начала. Вот я отключаю все предыдущие слои. Вот такой подбородок был. Вот так вот я его убрал. Ну, собственно говоря, я буду делать по такой же технике, как и в уроке, где я убирал мешки под глазами. Кто это не смотрел, ссылку к этому уроку я дам в описании к данному видео. Единственное, что когда мы убираем по этой же технике подбородок, ну здесь есть некоторые нюансы, которые вам сейчас я покажу. Итак, давайте приступим. Давайте я удалю все вот эти слои, которые я, собственно говоря, насоздавал, да? И приближу изображение таким вот образом, чтобы та часть, которую я хочу убрать, подбородка в большем размере выглядела, так ее будет удобнее выделять. Для большей точности выделения я возьму инструмент инструмент, можно, конечно, взять инструмент лассо или еще что-то, но для того, чтобы более точно выделить, да, я возьму инструмент перо и при помощи пера я создам контур и этот контур преобразую в выделенную область. И так у меня более точно получится. Итак, я взял перо, в режиме контур я работаю и вот начинаю, вот где-то вот эту точку поставил и я иду прям вот по вот этой линии подбородка, да? Вот где он, в принципе, второй подбородок и начинается у этой модели. Так, ну вот примерно сюда вот я захожу. Так, можно сюда. И вот здесь я немного отступаю. И нижнюю часть я выделяю так, чтобы морщины, вот которые от этих складок получаются, чтобы они тоже вошли, соответственно, внутрь вот этой вот будущей области выделения. Ну, пока это, как бы, контур у нас, да? Так, и, соответственно, я замыкаю контур и затем я правой кнопочкой щелкаю этим же инструментом по контуру и говорю выделить область. Здесь я никакие настройки не трогаю, я нажимаю просто ОК. У меня выделение появилось. И теперь мне нужно его немного растушевать для того, чтобы не было таких, знаете, резких переходов. Для этого я иду в пункт меню выделения, модификация выделения, либо здесь вот есть команда shift плюс f6, быстрая команда, да, быстрый клавиш для этой команды. Ну, вот растушевку я беру. И радиус растушевки я беру 10. Ну, соответственно, радиус растушевки, в зависимости от величины фотографии, может быть разный. Вот у меня сейчас по самой широкой стороне фотография 2000 пикселей, поэтому 10. Если, например, у вас там 5000 пикселей, ну, можно взять 20 пикселей, но и все это подбирается опытным путем. И я эту растушевку делаю, ОК. Мы видим, что у нас немного дернулась эта выделенная область, ну, то есть смягчилась. И затем я нажимаю два раза комбинацию клавиш Ctrl J, то есть копирую копию слоя и еще раз Ctrl J. И вот у меня получились две копии слоя вот с выделенной области с подбородка. Я ухожу из инструмента, контур просто вот сюда вот, да. Затем вот этот верхний слой я делаю обтравочным к низлежащему. Для этого нажимаю клавишу Alt и навожу курсор на границу этих между двумя слоями, нажимаю левую кнопку мышки. Все, вот этот слой у меня стал обтравочным. Теперь я вот этот слой загоняю в область трансформирования, то есть буду трансформировать его. Нажимаю комбинацию клавиш Ctrl T. И вот у меня, видите, в рамке трансформации, соответственно, все это оказалось, но этого мало. Я еще правую кнопочку внутри этой области, щелкаю и говорю, что я не просто буду трансформировать, а буду деформировать. Вот у нас такая сеточка получилась. И теперь я беру и вот этими манипуляторами, ну в зависимости от ситуации, надо смотреть, какими манипуляторами надо тут работать, я вот подбираю второй подбородок у модели немного повыше. Ну сразу хочу сказать, что идеально это не получится в том плане, что, видите, у нас здесь морщины, не у нас, а у нее остаются, да. Но морщины придется потом тоже доретушировать каким-то инструментом, который наиболее вам, ну, как бы нравится. Это может быть и, значит, какой-то из, значит, восстанавливающей кисти. Вот. Ну, посмотрим сейчас, сделаю сначала. Ну вот я вот так вот примерно сделал. Вот так вот, да. И нажимаю согласие на эту галочку. Вот. И вот у меня, в принципе, вот такая вот история получилась. Давайте посмотрим, сравним. Я нажимаю клавишу Alt, нажимаю на глазок на нижнем нижнего слоя. Вот так вот продак был. Да, у нас, в принципе, получилось, мне кажется, удачно. И теперь необходимо вот эти вот морщинки, собственно говоря, убрать. Ну, я мог, конечно, этого не делать, потому что, в принципе, многие уже знают, как это делать. Ну, раз уж доделаю до конца, быстренько сейчас попробую это решить вопрос. То есть я стою на самый верхний слой и нажимаю комбинацию четырех клавиш Shift Alt Ctrl E. Это у нас, будем быть, ну, результат всех слоев наверху выложился, да. Затем я на всякий случай создаю пустой слой, беру инструмент. Знаете, какой я возьму? Точечная восстанавливающая кисть, например, вот эта, да. Ну, может быть, для этого случая не самый лучший инструмент, но я думаю, что он подойдет. Затем я, соответственно, нажимаю вот на эту кнопочку, чтобы пробы со всех слоев бралась, да, потому что я вот на этом слое буду работать. В настройках восстанавливать точечные восстанавливающие кисти размер я выбрал, ну, где-то, может быть, 13 пикселей. Ну, опять же, все зависит от величины изображения. Интервал я сделал один, жесткость я оставил 100%. И еще я вот что сделал. Я не круглую кисть сделал, а сделал ее вот такую плоскую и вот так вот повернул, потому что вот в таком вот виде будет более эффективнее работа происходить. Так, и, соответственно, просто вот такими вот короткими штрихами я вот так вот раз вот эти вот подкрашиваю. Ну, смотрите, у меня не было задачи, значит, ретушировать, соответственно, вот эти вот морщинки, да. Я просто хотел вам показать, как, значит, убрать второй подбородок, что у меня, собственно говоря, получилась, да. Вот. Поэтому я вот к процессу скрадывания либо вот ретушированию морщин немножко так отношусь. Уже так на скорую руку будем так говорить. Вот. Если бы, в принципе, мне нужно было это делать более тщательно, то я, скорее всего, применил бы метод частотного разложения либо еще какой-то другой, а так я просто вот так вот сделал. Ну, я думаю, что это тоже сгодится. Вот. Тем более, что я, как бы, показывал вам, как бы, в комплексе все это. Ну и вот, в принципе, вот что у меня получилось. Смотрите, вот я нажимаю клавишу Alt. Вот так было, так стало. Так было, так стало. Я думаю, что метод эффективный, да. Вот. Давайте я вот этот слой с ретушью объединю с лежащим слоем Ctrl-E. И, значит, в конце я еще вот так вот сделаю. Смотрите. Ну, то есть разделю портрет на две части, как было до, как стало после. Я создам маску слоя, например, вот так вот, да. Возьму инструмент прямоугольное выделение и вот эту часть, например, вот так вот по центру лица я вот так вот сделаю. Вот так вот, да. И потом, находясь на маске слоя, нажимаю клавишу Ctrl-I. Так. И вот эти вот я включу два слоя. Вот эти вот два, да. И Ctrl-D. Ну, вот смотрите, видите, да. Вот если сейчас сравнивать, как было до справа, как было после. Вернее, надо сделать наоборот, маску еще раз инверсию сделать, Ctrl-I. Вот. Вот так вот было до. Так стало после. Ну, вот и все. Спасибо за внимание. Надеюсь, урок вам понравился. До следующих встреч. С вами был Александр Семенов. Спасибо за внимание.